привет дорогие друзья мне кажется что мы поняли задумку российской федерации на будущее что они планируют делать если есть какая-то задумка то скорее всего мы ее поняли она связана с глобальным голодом который надвигается до надвигается глобальный голод и это будет использовать в политических целях или в целях военных в том числе короче когда вышла российская федерация зерновой сделки то мы начали мы анатолий шире короче начали задавать вопросы и не только я данную много много друзей друзей людей начали задавать вопрос а что будет делать ну хорошо но вышло мы там это самое цель грозить мы будем и что топить будете ну нет не будете или что будете там досматривать как то там устраивать чуть ли не пиратство какое-то но нет конечно же на самом деле все вышло практически так и невозможное стало возможным то есть для начала они начали обстреливать портовую инфраструктуру последнюю волну правда все цели были нейтрализованы но без разрушения от падающих ракет и дронов конечно же не обошлось недавно немцы передали две новые пусковые установки patriot но так как зрка работают не автономно в координации с пунктом управления охранять они скорее всего будут также столицу пусть командования и сказали что без прикрытия порты будут уничтожены за два-три месяца возможно что вот это им и грозит уничтожение за два-три месяца путем регулярных обстрелов портовой инфраструктуры теперь вооруженные силы российской федерации перехватили судно сукру окан которое шло даже не в черноморский авдунайский порт под флагом палау фишка в чем сначала к этому отнеслись конечно с ней но с недоверием изрядная изрядная доля недоверия потому что минобороны российской федерации то и дело сообщает о каких-то там сбитиях чего-то на самом деле это ну такие выдумщики люди с фантазией есть здесь турецкое судно какой-то или или не турецкая палау что минобороны российской федерации рассказали что после игнорирования предупреждений был открыт предупредительный огонь корабль остановили высадили вертолетом морпехов и обыскали сразу же эту историю начал опровергать официал от украины это все фуфло у нас есть данные объективного анализа вот аудио причем аудио по всей видимости делали в тенцук авторопят что склейка была слышно даже не профессионалу то бишь мне потому что позже появилось видео с десантом причем насколько удалось прояснить россияне провели эту спецоперацию где-то в территориальных водах турции таки что вообще-то должно было спровоцировать скандал но не спровоцировала его логично что если бы на корабле россияне обнаружили оружие или что-то какие-то запреты то это вызвало бы конечно же скандал со стороны российской со стороны киевской сразу же прозвучали угрозы ответить скорее всего можно ждать новых заходов беспилотников куда-нибудь в новороссийской возможно даже подобьют корабль но немного подросли цены на зерно и они хоть далеки от пиков но они реагируют на каждое такое движуху в черном море и знаете мы начинаем предполагать что это является стратегией новые возможно стратегии российской федерации после не очень удачного саммита россия африка после не очень удачного уже для украины но тем не менее состоявшегося саммита с друзьями россии из глобального юга российское руководство вполне возможно делает ставку на напряжение на постоянный нарастающий кризис наименее богатых странах это типа судан нигер и это очень важно потому что если там привести к власти лояльных российской федерации то во первых можно устроить бойню которая отвлечет внимание от украины отвлечет внимание глобального запада во вторых можно наводнить европу новыми беженцами и будут миллионы и сказать что это какие-то агрессивные беженцы с беларуси не получится чуть-чуть надавил и полезла вполне возможно в этом и есть задумка потому что ожидается голод самым популярным злаком в мире является рис от него зависит 3 миллиарда человек главным основным поставщиком риса самым большим является нет ни китай как вы подумали а индия но в индии сейчас большие проблемы связаны они с погодой там у них такое в одном штате засуха все погибло в другом штате наводнение тоже все погибло бывали случаи для того чтобы предотвратить голод в индии индия ограничивала экспорт то есть вывоз риса точно так произошло и в 2003 из-за климата посев летнего риса сократился на 26 процентов для украины он между прочим был самым дешевым из импортного что однозначно отобразится на ценниках в супермаркетах в украине рис тоже выращивали но выращивают были выращивают там на тех территориях которые сейчас оккупированы и себя утешают тем что гречка зато не будет дорогой потому что там россия куда-то переключила реэкспорт но в общем-то гречка это одно рис это другое и полетел эффект домино за индии другие производители таиланд и вьетнам начали увеличивать высокие цены по уже заключенным контрактам и сами раздумывают об ограничениях как это сделала россия сейчас рис стоит в полтора раза больше чем в августе прошлого года дорогое зерно означает дорогую курятину курятина самое потребляемое мясо цены на него начнут расти из-за неимоверной жары которая вызвана деятельностью тупого человека который засоряет мировой океан там выхлопы и так далее короче из-за жары плохо растут свинки поэтому со свининой тоже будет косяк подорожал концентрат апельсинового сока это самый популярный в украине 90 процентов его делают в бразилии но в этом году недород исторически низкие запасы в мексике и испании тоже собрали очень мало сша 90 процентов сока производится во флориде ураганы уничтожили 10 процентов деревьев штата жаркая погода отобразится на ценах для кофе без кофе конечно же не умрут даже в киевских офисах никто не умрет без кофе но вот какао-бобы это уже связано с шоколадом и другими там короче 40 процентов экспорта какао-бобов приводится на кодди приходится на кодди вар кодди варе засада тоже сахар сезона дорожает из-за консервации запретить экспорт его еще хотели еще в июне но это не обрадовало соседнюю румынию где собственное производство рухнула в последние годы и вот тут то самое главное смотрите оттуда идет оттуда какое-то там украина мощный поставщик зерна а тут происходят такие движухи в черном море и эти движухи в черном море не опять дают цену и цена растет цена в преддверии глобального голода растет и некоторые вспоминают что точно такой же ценовой скачок на рынке произошел в аккурат когда произошла арабская весна вот прямо перед ней происходит скачок а сейчас то ситуация еще благоприятнее потому что санкциями разбрасываются глобальный запад даже не задумываясь о том как это будет бить по собственному населению и так далее сейчас благодатная почва для того чтобы начали вспыхивать восстания в самых бедных странах которым продовольствия не хватает и вполне возможно что российское руководство будет создавать чрезвычайные ситуации к чтобы вытеснить украину с мировых рынков как экспортера вообще навсегда это называется глобальная дестабилизация и это очень и очень грамотно здесь нельзя сказать что если такой план есть то бедные страны начинают вспыхивать их тогда глобальному западу становится не до украины по и план понятен но тут есть один нюанс с бедными странами может и сработало но вот явно не сработало с богатыми странами и однозначно была концепция у российской федерации относительно того что вот в богатых странах население не выдержав там нагрузки из-за помощи украине из-за финансовых постоянно отчислений из-за санкций из-за того сего 5 10 подражение энергоносителей думали что они прям вот снесут свои правительства оказалось это не так что не настолько вяло и что им вообще все равно подражала подорожала плохо там хуже стало жить но окей хуже стало жить поэтому посмотрим сработает ли здесь но вообще-то мы в преддверии колоссального кипиша возможно по сравнению с которым предыдущие покажутся просто детской игрой глобальный голод это нифига не шутки пока